Сегодня мы отправились с ребятами на лосиную поляну, но пока не можем до нее добраться. Чтобы попасть на поляну лосей, нужно пересечь поляну тысячи елок или поляну шести костров, как она называется. Раньше здесь была только вырубка и шесть огромных костров. Сейчас вот такая поляна шикарная. Сейчас здесь только мы. Нам кажется, совсем недавно на этой поляне высадили много-много вот таких небольших елок. Их тут действительно тысячи похожи. Чтобы попасть на лосиную поляну, нужно пробраться вот через тот перелесок. А для этого войти в лесной туннель, куда мы сейчас и направимся. Внезапно над поляной шести костров и тысячи елок раскрылось небо. Появилось синь, солнце даже немного. Не знаем, хороший это знак или плохой. Но, собственно, сейчас проверим. Вот за этими завалами, выворотнями нужная нам поляна. До нее осталось меньше минуты. И мы выключаем звук. То есть сейчас мы замолчим, чтобы никого не спугнуть. Хотя вряд ли там кто-то будет сегодня. Только что через светлое пятно там впереди. Резкость не позволяет это увидеть. Только что там впереди прошел лось. Целиком. Не только, как ты, Коля, сказал, голова. Там был лось целиком. Мы прячемся и пробираемся к поляне. Вот она там просвечивает через деревья. Только что через дорогу ходил один из лосей. То есть, ой, вам невозможно. Есть шансы увидеть тут других. Здесь завалы. Завалы. Ветки цепляются за ноги. Вообще идти очень тяжело. Но мы не сдадимся. Здесь уже на подходе к лосиной поляне мы нашли таинственные деревья, которые выглядят вот так. Посмотрите. Вот мы добрались до нужной поляны. Пока никакого движения не видно. Но вполне возможно, что они, услышав нас, уже отсюда убежали. Точнее ушли. Они очень медленно здесь передвигаются. Но мы сейчас немножко на поляну выйдем. И попробуем найти какие-нибудь следы пребывания тут лосей. На краю поляны какие-то ужасающие деревья. Гиблые. С висящими кусками древесины, коры. В общем, раньше это место мы называли гиблое место. Или поляна смерти, или мертвая поляна. Мертвая поляна. Да, мертвая поляна. И оно до сих пор очень тяжелое. По нему страшно тяжело ходить. Оно покрыто вот такими... Ой, как интересно. Смотрите, тут следы протектора есть. А вот он, свежий. Довольно. Ребята, чей, а? Ну, сфокусируйся же ты, дорогая. Не хочет. Вот он, свежий лосиный след. Так, ребята. Сейчас... Вот, да. Чтобы примерно представить размер любого предмета в лесу, рядом с ним нужно положить линеечку или эталон. Все знают, как выглядит коробок-спичек, правда? Да. И все знают его размер. То есть, этот след, он примерно... Сколько коробков, смотрите? Примерно два коробка. Приличный такой, большущий. Мы же перевернемся. Что, там что-то еще тоже есть? Переверните, Николай. Где, где, где? Вот. Да, ну вот, собственно, вот несколько, несколько ног оставили здесь несколько следов. То есть, они вдоль этих борозд глиняных так и ходят. Это очень нам выгодно, что они ходят по этой глине, потому что мы сегодня хотим сделать гипсовый слепок большого следа, который найдем, и унесем его с собой. Здесь обнаружили, ну, совсем огромный след, тоже лосиный. Здесь, похоже, получилось след-след. Из-за этого он такой большой. Вот он, коробок-спичек. Так, мы вот сейчас именно, именно этот след сейчас и будем заливать, наверное, гипсом. Не затопчите его, ребят. А где еще следы? А это просто, это просто сегодняшние следы. Да. Вот он, что там. Да, да, да. Свежащие. И причем этот маленький, да? Да. Мы же видели в прошлый раз, здесь несколько лосей. Вот этот след, он поменьше, чем предыдущие. Ну, хорошо. Три этих оленей. А, о. Пошло. Вот, итак, вот должна у нас по консистенции такая, типа, жидкая сметана получиться. Но пока это вовсе не сметана, да? Пока это какая-то... Пока это какая-то... Пока это какая-то... Пока это какая-то... Раз, два, три. Ух ты, бабочка. Успокойся. А, ну, у тебя бабочка. Саша. Не давай ему, не показывай. Федя, пожалуйста, на след давай. Вау, молоко. 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 На след, на след. Давайте я буду Федором, а он будет Феде. Хорошо, договорились, Федор. С этого момента ты, Федор. О, оставшиеся гипсом можно замазать мачете. Опа. Походу... Чтобы оно было прочнее. Да, чтобы в щелке залился гипс. Что такое? В нашей... У нас пробоина, видишь? В плотине. В нашей плотине пробоина. Все гипсом мы мажем мачете, и оно будет супер-мачетом из гипса. Все, оставляю тебя заедем. А что здесь? У-у-у-у. Это гриб. Что за гриб, по-твоему? Мухомор. Ну, ты решил, что это мухомор? Потому что у него остались, скажу, лупы. А-а-а. Это яйца в мачу ляб. А откуда ты знаешь, что мухомор выбирается из яйца? Прочитал где-нибудь? Или кто-то тебе рассказал? У меня рассказал Николай. Я когда-то вам про это рассказывал. Ну, слушай, да, так и есть. Мухомор до того момента, как он еще находится в земле, он сидит в таком яйце. Потом от этого яйца остается у него на шляпке, по сути дела, скорлупа. И она легко сдвигается. Да, вот, смотри. Видишь? Она со шляпки убирается. То есть это кусочки яйца, в котором он сидел. Такая шикарная юбочка здесь на ножке. В общем, гриб. Гриб что надо. Мы нашли мухомор, который изведен слизниками. Почему думаешь, что мухомор-то? Потому что тут такие, вот видите, пятушки. Вижу. Вижу тебя. Красный, оранжевый. Тебя не проведешь. Согласен. Ребят смотрят в бинокль, но пока, а кто-то машет рукой. Кричит, что же мне делать? А что делать? Сейчас костер будем делать. Вот это дома уберем. Вот это все. Его промоем. А как мы его промоем? Гипс, что растает. Как вам нога? Похоже на его копыта? Да. Похоже. Это будет первый. Пойдемте доставать второй. Слабые части растрескались, отвалились, ну давай, покажись надо. Гораздо меньше, интересно, что вообще там, смысловая какая-то часть у него там. Да, есть, смотрите. Хорошая часть. Видите, вот и вот. Это тоже кладём вот сюда. Что внутри? Вот это отнесём, да. Что внутри? Что внутри. Всё. А теперь возвращаемся домой.